Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, да, и мы смотрим на коллекцию наших существ в разделе словарь, да, и это наши новые релизы, то есть это существа, которые были добавлены последними, то есть у нас Индрикацер, Лептостега, Диплозух и Гауфиазавр, это то, что появилось последним, да, ну и кстати Мегистокурус, да, ну а если быть точнее, то заблокированы, это именно у меня Мегистокурус, потому что у меня его еще нет. То есть я его еще не создал себе вообще ни одного, ребята, вот так вот, потому что то был не мой аккаунт, в котором я снимал его прокачку на сороковый уровень, и так, что нам нужно сейчас, давайте заглянем в новости, в новости, да, вот этот интересный момент, это у нас явно, я написал, что это змея, да, предположил, но это может быть амфибия какая-то, ну у нее как бы зрачок такой, по идее змея, наверное, змея, но не даже не может быть, скорее всего змея, ребят, как вы считаете, приближает нечто огромное, ну, глаз змеиный, то есть змея, либо саламандра какая-то, так что, в общем-то, ждем, ждем, что это у нас такое будет, и это у нас будет новый турнир, ребятки. Так, ну, а сейчас мы пойдем-ка и создадим нашего нового героя, я вот все это время подготавливал, ну, еще остальных мегистотериев, чтобы сейчас мы потратим нашего главного мегистотерия сорокового, чтобы у меня там было из чего его создать заново, ну, вот на это ушло сколько, месяц или сколько там у меня с тех пор, как мы смотрели серию по прокачке, кстати, да, кто не посмотрел, то милости прошу, ребятки, на канале серия по мегистокурусу, вот, да, вот так вот, давайте нажмем гибрид, мегистотери плюс дедикурс, получается мегистокурус, если кто вдруг забыл, или еще тоже не создал, вот как и я. Так, давайте, где тут дедушка дедик, дедушка дедик, дедикурс, выходи, так, вот это наш дедикурс, вот такой вот парнишка, вот тридцатые парнишки, и вот такой вот сороковый парнишка, ну, давайте мы, в принципе, сразу сделаем еще одного сорокового, потому что мы сейчас их всех потратим. Лаборатория генетики, кстати, никогда не нажимал на этот, советы и подскажки можно найти в меню, ладно, да, мегистокурус, давай, создавайся. А, зачетно, прикольно он, прикольно он тут погудел. Ну, он, короче, не особо много просит жратвы, потому давайте создадим себе. Ну, травочку жует. Травушка, муравушка. Ну, и, в принципе, можно сделать гибридизацию. Отсюда нет выхода, нажимаем слияние. И мы тратим сорокового, не, давайте не будем тратить, давайте мы сна... Я же вам не показал еще, наверное, как выглядят все мегистотерии. Да, показатель давайте будем смотреть. Вот первый на сто восемьдесят семь на тридцать четыре. Обычная псина, она с большой головой. Вот десятый уровень. Вот двадцатый уровень, ничего не меняется. Вот тридцатый уровень, ну, только раскраска меняется, да, и вот сороковый. Ну, в общем-то, да. Скажем так, вполне себе все реалистично, особо на сороковом уровне он не изменился. Ну, вот теперь точно нажимаем слияние. И получаем броневолка. Теперь вы можете купить... Отлично. Вот такой вот у нас парнишка. Ну, показатели у него, как сами понимаете, такие, не ахти. И он любит додошек. Ну, он как будто бы там, не знаю, целую стаю додошек за этим камнем. Она так долго, бедняжка, кричала. Да. Ну, вот такой вот у нас есть волчок. Волчок. Да. И что, пойдем-пойдем. Сейчас его на арене опробуем. То есть, я потихонечку их буду собирать. То есть... Панцирь на спине мигастрокурса делает его неюзвимым для атак сверху. Ну, и также более медлительным. Идем на арену ПВП. Вот-вот сюда идем. Выбираем гроты. Все правильно. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот он. Вот есть гиеннодон. И по центру, кого мы возьмем? Если у нас вдруг попадется кто-то, кто-то с нежной. Вот так. У нас все-таки псины. Ну, тут левый один затесался. Но это не страшно. Так-так-так. 500-400-300. Такие вот показатели. То есть, это на самый сильный. Он меня, кстати, за один удар прогрыз бы. Ладно. Так. Так. Мы еще сидим. Звук такой. Ну, ладно. Три-три-три-три. Атака на все три. Отлично. Так. Минус одна псинка. Появился теперь сумчатый лев а-ля Бобер. Как бы раз-два. Он покойник. Раз-два. 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 Делаем раз. Кстати, вот этот тварь я ходил, смотрел, как приручить дракона три. И вот он мне кое-кого там напомнил. Так. Ну все. Время выпускать. Зе бист. Раз-два. Три. Четыре. Пять. Ой-ой-ой. Да, слабенький он совсем. Совсем слабенький. Еле-еле я пробил. Потратил кучу-кучу баллов. Так. Скафагнатище. Уф-уф-уф-уф. Оуу. Как же броня тебя не защитила сверху, а? Ну ладно, да. Ну сумчатый лев, конечно, намного. Немного посильнее. Уф, готово. Так, ну а теперь нас ждет действительно серьезное сражение. Так, немножко мяска нам. Лучше б шунозаврик был, но ладно. Так, ну а теперь нам нужно идти на турнирчик. Белая мгла, ребятки. Наш турнир. И у нас тут, кстати, мега-мутант Дедикурус, адская свинья и волосатый крыс. Или лысый крыс. Лысый крыс. Так. Давайте. Индрикацер пойдет. Гиенадон. И тела космил. Че, укусим разок. Этого бронекубика. Ну он сейчас сменится на динатерия. Ух ты шьё, как больно он бьет. Блин. Неприкольно. Неприкольно. А еще и гаденыш накопил баллы. Ну, правильно. Ему, по крайней мере, на все четыре нужно было проатаковать. Это так будет делать у нас Дедикурус. Раз, два, три. Блин, не знаю. Стоит ли его сохранять, не стоит. Археотерий сейчас как раз будет против него силен. Ну, я с легкостью его убью тела космилом, но будет мне тяжело с Дедикурусом. Но я его уже предварительно прокусил, потому я думаю, мы справимся без проблем. Так, за два этого мы пробьем. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Ну, в общем-то, думаю, нормально будет. Если он меня проатаковал, то все. То хана. Так, кабанчик пошел на костер. Так, и бронекубик. На три. Ха, ха, ха. Вот, я его пробил. И еще два сверху, и один про запас. Так, первый бой прошел как по маслу. Так, идем дальше. Мне тоже, ребята, писали, да, мол, типа, создай сорокого мамотерия. Там, прокачай дунклеозавра на максимум. Ну, вроде как там они показывали, что уровень противников особо не возрос. Но, все равно, не вижу смысла. Смысла никакого нет. Лучше у меня пусть будет четыре мамотерия, да, чем один сороковый. Четыре двадцатых, они и так самые крутые. То есть, круче, чем они, в принципе, не надо. Так что, пока пусть так. То есть, если бы у меня было там unlimited ресурсов, можно было бы их создать три штуки, да, три сороковых. Тогда, да. А если одного сорокового или четыре двадцатых, например, то лучше пусть четыре двадцатых. Так, что у нас теперь? Давайте, мамотерий пойдет. Потом мамонт пойдет. И гасторнис, допустим. Даже, наверное, можно взять и помощнее. У меня их два. Вот это мощно, да. Один удар, полжизни. А такой здоровенный ароматерий. Блин, я, кстати, даже видео по прокачке ароматерия не снял. До сих пор. У меня он не прокачан. Я мегистатерия прокачал, а ароматерия не прокачал. Да. Работаем. Пруд пруди, горы работы, море работы. Да. Некогда все это сделать, ребятки. Ну, как и видео снять. Пардилофазавра. Все просто некогда. Ну, так, давайте. Взял и сел. В принципе, я для этих целей мамонт там брал. Но тут мамонт Терри один тут все, в принципе, мог бы разрылить из себя поаккуратнее, немножко меньше баллов потратил. Ну, в принципе, мне мамонт тут вообще не нужен. Редко, кстати, ароматерий 253-й попался. Да, вот, там дальше идет его прокачанный брат-близнец. Ну, точнее, близкий родственник. Ну, пусть три поставлю. Чтобы он нас даже не поцарапал. 851, да. Ну, практически такой же удар, как и у 253-го. Кстати, мне ароматерий нравится больше уже, чем мегатерий. Вот это, ну, мне нравится, как атакуют птицы. Террор птицы. Готовенький. Так, ну и последний бой. Вау, 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 вау. Это легктня. Это легктня. Можно взять бронта. Я вот думаю, взять кого что-то. Возьмем анаконду, чисто поразвлекаться, да. Погнали. Так, ну что Мегатерий сменился на Уртинушку Слабенько бьет Уртинушка Слабенько Так, ну что, раз, два, три Давай бронт, жук, жук-носорог Да, это у нас такой гибрид носорога и жука-носорога Не, жука-оленя Четыре Атака на три из четырех Так, ну я как бы тут рисковать не буду Наверное, вот если он убьет Моего червячка То так и будет, блин, да Ну ладно Разберется мама Терри в одиночестве Зато протокуем на восемь на следующий удар Погнали 50 косарей, да Мог бы быть урон максимальный Готово Так, главное сейчас нарисовать картинку Чтоб потом не думать, какую рисовать У меня сейчас идея есть Превьюху нарисую сейчас Так, козозойская схватка Галимимчик нам прилетел тут И все, такая дешманская награда, ребята Так, что у нас тут остается еще? Бой с усилениями остается Махонькие ужастики остаются А завтра еще откроется Стая динозавров Победить 9 противников В общем, на этом, ребятки, все Всем спасибо за просмотр Ставим лайки И до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok